Тема торговых ограничений поднималась и на переговорах, которые Дмитрий Медведев провел на этой неделе в Словении. Он встречался с премьер-министром Мирославом Церрером. В результате было заявлено, что обе страны выступают за скорейшую отмену всех санкций. Уже очевидно, говорят специалисты, что они самым пагубным образом отразились на экономике Старого Света. Санкции никогда ни к чему хорошему не приводили. Санкции мешают развитию. Санкции бьют по законным интересам бизнеса. Как российского, так и славянского. Санкциям не нужно радоваться. Санкции нужно преодолевать. С учётом того, что эти санкции были приняты или инициированы не российской стороной, а нашими партнёрами в Европейском Союзе, мы исходим из того, что и начало отмена подобных санкций должно происходить по инициативе Европейского Союза. Думаю, что рано или поздно всё стабилизируется. Ещё раз подчёркиваю, что в санкциях никто не заинтересован. Мы, как и Россия, выступаем за устранение санкций. Но надо отметить, они обусловлены определёнными событиями и обстоятельствами. Как только ситуация стабилизируется, мы вместе с европартнёрами примем решение об отмене этих санкций. Они отрицательно сказываются на странах, участницах Евросоюза и на России. Между тем, в странах, которые ввели против России санкции, фермеры несут всё большие убытки. В Европе подсчитали, что они превысили 5,5 миллиардов евро. Вслед за Францией волна протестов захлестнула и соседнюю Бельгию. Производители сельхозпродукции перекрывали подъезды к супермаркетам и жгли покрышки. Закупочные цены, говорят фермеры, и так были невысокие, а теперь упали ещё сильнее. Поэтому молоко легче вылить, чем продать себе в убыток.